христос говорит я знаю твои дела он говорит я знаю твои я испытал то есть знание слово знать значит я испытал любое твое состояние я знаю твои дела христос испытывает сердца когда он обращается к нам сегодня с вами он говорит я знаю твои дела здесь не идет речь о том что мы сегодня делаем на ниве господне здесь речь идет больше о намерении твоего сердца почему от избытка сердца первое говорят уста и делают наши что дела то есть мы от избытка сердца сегодня любим господа или отвергаем или ненавидим его то есть от этого зависит дела именно дела сердечные поймите что можно одеть на себя какую-то форму чтобы служить господу но господь знает он знает что знает состояние твоего внутренней души твоего сердца для этого он есть меч обоюдоострый который проникает до разделения души он делит духовное с плотскими вещами он делит суставы от мышления каким мышлением ты сегодня заряжен и все это имеет основу именно для пергамской церкви как и для нас с вами интересно здесь он говорит о престоле сатаны интересно что как будто сатана поставил какой-то трон что престол то есть тройное кресло то есть это тронное кресло на котором или греческое слово также дает объяснение нам государственный стул с поставкой для ног все немножко это по-другому но в общем-то если мы представим что сегодня наш конгресс который находится в вашингтон dc он является ну юридическим законодательным федеральным законом этой страны вот примерно о чем он говорит престол сатаны сатаны это не значит что сам сатана который есть дух сидел на этом троне ведь и некоторые так понимают слово сатана имеет значение самое прямое значение это противник и почему мы об этом говорим почему об этом говорю потому что когда идет престол сатаны имеется что есть те противники которые атаковали именно слово божье обоюдоострый меч иисуса христа почему об этом мы говорим вот почему потому что баркли говорит объясняет так пергам это был политический послушайте внимательно очень важно понять географическое положение этого города пергам это там где находилась церковь это была политическая столица римской провинции меньшей азии когда и он писал пергам был столицей региона более 300 лет кстати 300 лет мы сейчас говорим 40 лет существовала церковь может чуть меньше а пергам существовал 300 лет римская империя оттуда это как как в вашингтон дисси откуда были законодатели там был престол там была юрисдикция то есть там были все лучшие адвокаты там были все самые лучшие профессора пергам был столицей региона более 300 лет город был извест известным центром смотрите культуры за 300 лет сформировалась определенная культура образование то есть оттуда шло направление знания образования римской империи с одной из величайших библиотек google там основался знаете я шучу здесь силиконовой долине но это был примерный google на то время это было вот и именно как как вам сказать это очаг империи здания почему потому что древний мир он был в то время вот пергаме было библиотека с более двухсот тысяч книг то есть представьте сколько знания распространяла распространялась именно с пергамской области вот именно с города и в этом месте находилась церковь это не просто христос так к ним обращается потому что вся атака наука знание которое было в пергаме было целенаправленно уничтожить именно кто такой иисус христос что он есть слово божие что он есть начало и конец что он есть обоюдоострый меч и они достигали своей определенной цели и достигли за примерно этих 40 лет именно христа поставили под огромный колпак закрыли его наша задача сегодня чтобы дух святой нам открыл иисуса христа почему мы говорим что пергам это престол сатаны именно там где были противники слова божие потому что и здесь мы опять я говорю не идет речь о самом дьяволе как духе потому что он был побежден христом на голгофе это надо не забывать христос его изгнал он его сковал на определенное время послание кефисианам во второй главе я процитирую еще раз этот текст и вас мертвых по преступлениями грехам вашим в которых вы мы никогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего воздухе духа действующего ныне в сынах противления голгофа решила проблему дьявола но сыны противления они до сих пор существуют и есть и в пергаме они были именно руководили вот стояли в руководстве этих школ институтов против семьи против христа что они это достигали именно в пергамской церкви наука была на высочайшем уровне пергаме то есть атака было знание знаете сегодня мы живем очень похожим мире мы с вами имеем все знания пергама здесь спроси у гугла мы даже ленимся печатать мы задаем просто вопрос и нам дают ответы за что любая информация которая идет против христа это есть цель направленная сатанинская информация игр очень сама тематики и не говорю о науке которая доказывает существование бога я говорю о против божественной истины кто такой бог и так что мы видим знают мои дела что ты живешь там где престол сатаны что держишь имя мое хочу также обратить некоторые наши внимание на некоторые слова содержишь что есть обладаешь силой то есть христос говорит я знаю твои дела что ты обладаешь определенной силой даже живя в те тяжелые времена что он говорит содержишь имя мое имя этот гейческом значение еще имеется значение такое как природа характера и положение присоединяйте христос говорит содержишь характер мой который ты адаптировал и слова из меня потому что ты питаешься от моего слова век информации в которой мы с вами живем необходимо знать слово которое будет разделять твое мышление помышление почему-то молодежь уходит в колледж и попадает в определенные сложности сомнения кто такой общий христос а вы знаете почему потому что мало читают и изучается слово мало просто не читаем мы не даем возможность христу производить операции нашего сознания а вот здесь горит знаю что ты содержишь то есть обладаешь от этой силой характера положения и что ты отрекся то есть отказался что ты не отрекся да он здесь гасмите он и не отрекся от веры моей очень интересное слово слово веры переводится еще имеет значение как слова вера и верность это что мы посмотрели немножко с другой стороны можно оперировать или упираться на свою веру в иисуса христа а можно а лучше упираться на его верность я неверный как человек я каждый день спотыкаюсь я сегодня ему пообещал завтра я споткнулся и он говорит что что и не отрекся то есть ты не отказался от его верности кто верный наша неверность не может уничтожить верность бога об этом горит апостол павел временно может ли наша неверность уничтожить верность бога не как вот на что нам сегодня стоит операции то есть вот в чем откровения Христа, что это его верность сегодня дает нам стойкость в нашей вере с вами. Не отрекся от веры моей даже и в те дни, там, где живет сатана, обитает, опять мы говорим, действия нечистых духов силы, которые действуют в ценах противления, которые окружали среду этой церкви. Это противники Христа. Сатана это есть противник, он противник. Всякий человек, противящийся Христа, о нем говорят, он осатанел. Слышали такое? Осатанел человек, если он противится Слову Божьему. Кто такой Христос? В этом нет ничего страшного, использовать такой лексикон. Ты осатанел, потому что ты идешь против рожна. Апостол Павел, когда гнал церковь, он пребывал в состоянии осатанения противника Иисуса Христа. И Христос по дороге в дома встретил его и сказал, трудно тебе идти против кого? Рожна. Трудно. Невозможно пойти против того, который быстрый и проникает в суставы, в разделение, в мышление. Там, где обитает стена, умершлен. Тоже интересное слово. Там, где уничтожен, уничтожен, умершлен верный, истинный, истинный и надежный человек, который стоял твердо в вере Иисуса Христа. Питающий уверенностью Иисуса Христа. Верный свидетель. Это говорится о человеке, и можно сюда характеризовать всех верующих людей, которые сегодня несут и страдают, отдают жизнь свою за Иисуса Христа. Свидетель о человеке, свидетельствовавшем свою верность Иисусу Христу мученической смертью. Вот о ком говорит. И здесь, он говорит, верный раб Антипа. Был человек, христианин, мучен из пергама. Но сегодня можно назвать любого человека, который страдает и мучается до смерти, который подвергается смерти пыткам, смертельным за Слово Божие, за Иисуса Христа. Его можно назвать Антипа. Он подобный этому человеку. Христос уподобляет многих сегодня. Это блаженные люди, которые жизнь свою дают за Христа. 2 Тимофея 2.12. Если терпите, то с ним и царствовать будете. Если отречетесь, и он отречется от вас. Субтитры создавал DimaTorzok